Субтитры создавал DimaTorzok 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 Затем статья Борового Еврейские колонии после второго выселения из Белоруссии Субтитры создавал DimaTorzok 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 Можно добавить Работу Улейникова Еврейские земледельческие колонии Екатеринославской губернии Екатеринослав, 1893 год Из совсем свежего, что вы, безусловно, смогли, я думаю, получить А если еще не взяли, можете взять том второй прошлогодних материалов конференции Сэфера Который в актовом зале ждет вас В этом сборнике материалов конференции есть очень неплохая статья Посвященная школам в еврейских сельскохозяйственных колониях Херсонской губернии за весь период Владимир Щукин Школы еврейских земледельческих колоний Херсонской губернии в 19-м начале 20-го века В этом году он делал хорошие, но такой неплохой, такой по медицинскому обслуживанию Нет, ну, Владимир Щукин много лет занимается, он очень хороший краевед И при этом краевед с хорошей таким базой взглядом на историю Поэтому у него много работ, но в данном случае я рекомендую Если интересует аспект образования еврейских детей в колониях Херсонской губернии Херсонская губерния, как-никак, все-таки у нас основной центр поселения евреев Если вести речь о количестве евреев, перешедших в земледельцы То очень рекомендую эту статью Странички здесь у нас 62-74 Мощные труды по Иудайте, материалы 20-й международной и жековной конференции по Иудайте Тон 2-й, Москва бьет еще 13-й Кто пожелает, сможет этот сборник, я думаю, еще найти в актовом зале И на флешке, на ней выборник А, нет, на флешке его нет Нет? На флешку вошел все, кроме последнего выпуска Да, последних выпусков Поэтому кому нужно, придется пойти на жертву и повезти домой такой тяжелый дом Если что-то, конечно, будет интересно Ну, и так О ситуации в Новороссии и в юго-западном крае мы сегодня поговорим Вот у нас некоторые сюжеты близкие Илье Связаны с Курляндией, с Курлянской губернией Ну, а Беларусь По большому счету ситуация в Беларуси во многом напоминала Или была сходной с губерниями юго-западного края Если вести речь о 40-х, 50-х годах 19 века О чем мы с вами будем сегодня говорить Кстати говоря В хэндауке есть один материал, который я попросил для вас размножить Здесь нет каких-либо обобщений Но материал интересен его представляет историю отдельной еврейской колонии Интересно для нас прежде всего тем, что она должна была выступить своеобразным таким полигоном И сама колония называлась образцом Кстати говоря, в Киевской губернии, в Васильковском уезде Возле селения Вейприк Я думаю, что на примере этой колонии Вы сможете прочитать этот сравнительно небольшой материал Вы получите представление о том, как создавались лучшие из колоний Хотя по большому счету даже лучшие из колоний имели те же проблемы, что и обычные еврейские сельскохозяйственные колонии Которые создавались в императорской России На прошлой лекции мы с вами рассмотрели вопрос начала еврейской колонизации В частности, на территории Российской империи Замечу, что я не упомянул эти цифры Первый этап еврейской сельскохозяйственной колонизации Затронул сравнительно небольшое количество евреев Хотя желающих было несколько больше, чем реально были поселены на землю в пределах Новороссии Всего считают или насчитывают Свыше около четырех сотен семей Были переселены на землю в Новороссию данный первый период еврейской сельскохозяйственной колонизации Общим числом около трех с половиной тысяч человек То есть, первый этап еврейской сельскохозяйственной колонизации Касался суммарно числа евреев не выше четырех тысяч человек Это результаты периода с 1807 по 1810 год Напомню, что в 1810 году Несмотря на то, что положение У переселения евреев в земледельцы Положение 1804 года Отменены не были Но по решению правительства Само переселение было приостановлено И по большому счету после 1810 года Мы не имеем с вами таких ярких примеров Активности или деятельности в этом направлении Хотя, как я уже упоминал Некоторые администраторы Российской империи В частности, киевский губернатор фон Буклей Совершенно искренне полагал Что, например, даже на территории киевской губернии Начиная с 1810 года Присутствовало некое количество евреев-земледельцев Но поскольку он не ссылался в своем труде 1852 года Ни на какие источники И, собственно говоря, архивы Того же киевского генерала-губернатора Не содержат абсолютно никаких данных О возможных потенциальных колониях еврейских В период до середины 30-х годов 19-го века Наверное, нам следует признать Что губернатор фон Буклей Оперировал какими-то совершенно фантастическими цифрами Или, возможно, под этими цифрами Не следует подразумевать евреев-земледельца Возможно, только лишь тех Кто выражал желание переселиться В ту же Новороссию Но эти желания не были реализованы Новый период еврейской сельскохозяйственной колонизации Приходится на середину 30-х годов Собственно говоря, на 1835 год В значительной степени Активность или новый всплеск Или возврат к старой идее Посадить значительное количество еврейского населения На землю, привлечь к производительному труду Был вызван Долговременным диспутом, дискурсом в обществе По этому вопросу Накануне 1835 года В конце 20-х, 30-х годов Многие еврейские деятели Представители скалы Активно работали В сторону склонения общественного мнения К необходимости продолжения еврейской сельскохозяйственной колонизации В частности, на Болынии Такой знаковой фигуры Был Исаак Бер Левензон Который действительно много делал Для пропаганды переселенческой политики И даже в 1834 году Сам Исаак Бер Левензон Собрал достаточно большую группу Волынских евреев Которая обратилась С спрашением о переселении В Новороссию В 1835 году В силу разных обстоятельств В том числе и в силу Такого рода пропаганды Со стороны Бер Левензона И других деятелей Еврейского просвещения Российской власти Вернулись К подзабытой Или на некоторое время Оставленной идее О массовом переселении Евреев на землю В 1835 году Был издан указ Который Разрешал или возобновлял Переселенческую политику Более того Он содержал И конкретизировал Некоторые положения Самой переселенческой политики В частности Согласно указу 1835 года Вводились Некоторые формальные критерии Для переселения Евреев на землю Предполагалось Что Количество Евреев Желающих Переселиться Или создать Образовать Колонию Должно было бы Состоять Из не менее чем 25 Семей В части Льгот Которые Предоставлялись Колонистам Сохранялся Прежний Десятилетний Период Освобождения От Повинностей От государственных Повинностей Ну и Вводилось То самое важное О чем мы с вами Говорили вчера Когда забегали В тему нашей Сегодняшней Лекции Напомню Что в 1827 Году На еврейское Население Российской Империи Были распространены Рекрутские Наборы Или Воинская Повинность Которая Стала Настоящим Бичом Божьей Кары В глазах Еврейского Населения По совершенно Понятным Причинам С одной Стороны Евреи В протяжении Столетий Не имели Опыта Отбывания Воинской Повинности Или Рекрутских Наборов В европейских Странах С другой Стороны Российское Правительство В частности Сам Император Николай Первый Пусть Даже Это было И чуть Позже В сороковые Годы Рассматривали Рекрутскую Повинность Для Евреев Как один Из Важных Способов Миссионерской Деятельности Среди Евреев И Способов Склонения Евреев К переходу В Православие Или В Христианство Что Что В глазах Евреев Безусловно Было Самой Страшной Угрозой Которую Могла Нести Прикручена Ну Если мы Вспомним Что Прикручена Сопровождалась Такими Рекрутов Вы Наверняка Знаете Термин Хаперы Хвататели Дословно Хвататели По сути Распространение Рекрутской Повинности На Еврейское Население Изнутри Подрывало Еврейскую Общину И Порождало В ней Далеко Не Нелучшие Скажем Так Стороны Внутреннего Общественного Еврейского Управления Установилась Фактически Практика Во многом Связанная В общем-то С вполне Прагматичным Взглядом На жизнь Когда В рекруты Отдавались Именно Дети Евреи Еврейские Дети Они Достигшие Совершеннолетия С точки зрения Христианских Востей Не Еврейского Совершеннолетия Молодые Люди То есть Не с 18 Летнего Возраста Как правило Было Разрешено С 13 Лет Но На практике Случалось Что Детей Давали И Еще В меньшем Возрасте И Вовсе Не потому Что К детям Еврейских Общин Относились Изначально Плохо Но Это был Чистый Экономический Прагматизм Потому Что Общине Было Всегда Проще Отдать Социально Еще Незрелого Члена Общества Который Не имеет Семьи Соответственно Не имеет Никаких Навыков И Соответственно Пока Еще Не вносит Никакого Материального Вклада Дело Общины И Не способен Зарабатывать И платить Подать Или нести Своё Время Податей Поэтому Было Намного Проще Отдать Именно Ребенка В рекруты А не Взрослого Человека Который Как правило Уже В 16 17 18 Летнем Возрасте Уже Имел Семью Имел Несколько Детей И Соответственно Отдача В рекруты Такого Молодого Человека С женой И детьми Только Ухудшило Бы Состояние Экономическое Состояние Еврейской Общины Наверное Ужас Евреев От Прикрученные Во многом Даже Передался Фольклоре И окружающим Народом Потому что Еврейские Хаперы Обошли И Славянский Фольклор Есть Очень Много Произведений Сказок Анекдотов Или Достаточно Страшных Сказок Я думаю Что среди Белорусов Среди Украинцев Точно Где Фигурирует Персонаж Хапун Который Собственно Говоря И Есть Тем же Еврейским Хапером Хотя Хапуны Конечно же Украинских Детей Не воровали И В армию Не сдавали Поскольку Речь шла О 25-летней Службе Это в случае С христианами А если На службу Попадали Еврейские Дети А в случае Предварительно Попадали В специальные Военные Институты Или институции Созданные Учреждения Созданные Для Еврейских Детей Призванных На военную Службу Так Назаваемое Подразделение Кантонистов Таким Образом Срок Пребывания В Кантонистах Не засчитывался 25-летний Срок Несения Военной Службы Или Собственно Говоря Рекручены Поэтому Получалось Что если Ребенок Попадал В 13-летнем Возрасте То Он До 18-летия 5 лет Фактически Находился На положении Несения Военной Службы Будучи Еще Ребенком А потом Еще Отбывал 25-летний Срок Рекручены То есть В этом Отношении Положение Еврею Кантонистов Было Намного Хуже Чем Положение Христиан Кантонистов Ибо Христиане Тоже Попадали В отряды Кантонистов Не все Избирательно Для Еврейских Детей Другого Способа Просто Не было Но Христиане Попадали В кантонисты Только Лишь С 18-летнего Возраста И Соответственно Период Нахождения В кантонистах Христианам Сразу Засчитывался В срок 25-летней Службы Чего Не было С Евреями Итак Благодаря Ведению Или распространению Рекурских Нагоров на Еврейское Население Появился Очень Мощный Стимул Для Евреев Для того Чтобы переписываться В земледельческое Состояние Ибо По Закону 1835 Года И По положению Евреев 1835 Года Евреям Земледельцам Предоставлялось Самое Важное В глазах Еврейского Населения Льгота 25-летняя Отсрочка От рекрутской Попыленности По большому счету Это был тот Самый Такой Медовый Пряник Который Был Главенствующим Фактором Толхавшим Евреям К тому Чтобы Переписываться В Евреи Земледельцы Как я уже Отметил Старая Норма О Десятилетнем Освобождении От государственных Податей Также Было Оставлено Но Не она Освобождение От рекрутской Повинности Было Решающим Фактором Который Способствовал Или подталкивал Евреев К тому Чтобы Они Изъявляли Желание Записываться В Евреи Колонисты Можно Уточнить Буквально Недавно Вы говорили О том Что Евреям Самим Было Удобнее Отправлять Детей Потому Что Они Не были В социальном Процессе Замешены А теперь Евреям Удобно Что Им дают 25 лет Отсрочки То есть То что Он успевает Вырастить Сына Или Нет Именно Что 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 В этой Колонии 25 лет Вообще Не были Трекрут А От колонии Не берут Трекрут То есть Индивидуально Каждый Еврей Мужчина Да Который Был Перечислен Евреи Земля Дельцы Получал Индивидуальное Освобождение И его Дети Кстати Говоря Которые К тому Моменту Уже Были На 25 Лет Освобождение От Трекрутских На В наборах Что Собственно Говоря И было Тем Самым Важным В глазах Евреев То есть Это Не Распространялось На Евреев Не Колонистов А только Речь Шла О Колонистах Они Получали Индивидуальное Освобождение От От Речь Немножко Понимать Ситуацию Формально Формально По истечении 25-летнего Срока Этот Еврей Если он Еще Подпадал Под Возрастной Категорию Я не Помню Сейчас Точно До 50 Лет На Мужчин Какого Возраста Распространялись Рекрутские Наборы В Российской Иперии Рекрутские Наборы Это Ведь Не Была Воинская Всеобщая Воинская Обязанность Как бы Все Ей Подлежали Но Каждый Год Не Собирались Все Молодые Люди Определенного Вызраста Для прохождения Воинской Службы Этот Вопрос Решался Распределением Количества Рекрутов По губерниям По обществам И так далее Путем Жребия Таким Образом Вы могли Прожить Всю жизнь И не Попасть В число Непосредственно Рекрутов Для Отбывания Воинской Службы Могли Попасть В любой Момент Спасибо А я прошу Прощение И так же Эта срочка 25 лет Она распространялась Еще на нерожденных Детей Которые В последствии Рождественные Да При условии Что они Будут заниматься Земледелем Ну да При условии Да Что они Ну собственно говоря По большому счету И не было Механизмы Выхода Из Состояния Евреев Земледельцев Предусмотрены Не были И даже Когда евреи По отбытии Ну вроде как бы Обязательного Трехлетнего Срока Пребывания С условий Евреев Земледельцев Некоторые Изъявляли Желание Как бы Официально Выйти из Этого Состояния Оказалось Хотя такая Вроде бы Возможность Была Предусмотрена Но оказалось Что Сама Юридическая Процедура Для этого Выхода Предусмотрена Не была И фактически Если вы уже Становились Евреем Земледельцем То Даже если вы И покидали Фактически Избегались С колонии Вы продолжали Числиться За Ней Супер Какие это Отнесло Последствия Если Человек Уезжал Должна Была Платить Из-за Него Тоже Для Ней Работать На Одного Человека Но Фактически Человек Пребывал На Полу Легальном Положении Если Пакет Поскольку Он должен Числиться За Этой Общиной И Те Подати Которые Община Должна Была Еврейской Сельскохозяйственной Колонии Нести За Этого Член Она За Него Платила Не Думаю Несучие Прилудительно Надлежит Вернуться В Такой То Срок Мы Об этом Будем Говорить Да Но Конечно Была За Всеми Еврейскими Сельскохозяйственными Колониями Был Учрежден Надзор Администрации За нее отвечали Как Избираемые Старосты В самой Колонии Так и Специальные Чиновники Христиане Местной Администрации Которые Ну и Плюс Полицейские Органы Должны Были Следить За тем Чтобы Евреи Приписанные Колонии Проживали В самой Колонии Занимались Сельскохозяйственным Трудом А не Чем-либо Иным Хотя Во многих Случаях Приписанные Сельскохозяйственным Колонием Евреи Все-таки Занимались В том числе И иным А иногда Преимущественно Иными Видами Деятельности А не Теми Ради Которых Они были Перечислены Ради Занятия Которые Они были Перечислены В состояние Еврею Земледельцеву Важно Также Отметить Что положение 1835 Года Вело Или Расширило Круг Возможностей Для Евреев В перечислении В земледельцев Если Первый этап Евреев Сельскохозяйственной Колонизации Начала 19 Века Это Сплошь Попытки Переселения Евреев На Казенные Земли Исключительно В одном регионе Речь шла О Новороссии Напомню И даже Уже Фактически Речь шла Только лишь В одной Херсонской Губернии В составе Новороссийского Края То Согласно Положению 1835 Года К Землям Казенам Были Добавлены Еще Две Опции Весьма Важные Опции Которые Открыли Возможность Колонизации Не только Юнгой Украины Не только Новороссии Но и Тех Губерний Где Черты Оседлости Где Проживало Еврейское Население Ибо Речь шла О землях Помещичьих Одна из Дополнительных То есть Евреям Предоставлялась Возможность Арендовать Землю У помещиков И соответственно Нести Обязанности По отношению К помещикам Согласно Прописанным Установленным Договорам Вторая Опция Из Новых Это Создание Еврейских Колоний На земле Единогерцев Или же Приобретенной Еврейскими Общинами В собственность Землях И такое Приобретение Было Разрешено В 1835 Году Поскольку В густонаселенных Губерниях Того же Юго-Западного Края Или Белорусских Губерниях В Литве Ареал Казенных Земель Был достаточно Ограничен Поэтому Значительная Часть Еврейских Сельскохозяйственных Колоний Или поселений Которые Возникали В этих Губерниях Были основаны Не на казенных Землях Хотя таковых Тоже было Немало На землях Приобретенных Еврейскими Общинами Собственность Либо же На арендованных У помещиков Землях В 1835 Году После Появления Юридической Базы Для Поживления Процесса Переселения Евреев На землю Начинают Создаваться Еврейские Земледельческие Колонии На территории Юго-Западного Края И первой Такой Колонией Была Колония На вина В составе 174 Душ На территории Волынской Губернии Кстати говоря Нужно отметить Что именно Волынская Губерния В данном Случа Выступила Таким Своеобразным Пионером И Значительная Часть Колоний На территории Волынской Губернии Приходится На 35 36 37 38 Годы В данном случае Это были Какие земли Вам рассказали Вероним Чаще всего По статистике Это Бомещичек А земные Это были Приобретаемые Собственности Изначально Еврейскими Общинами Ну и отчасти Орендованно Но как правило Это были Приобретаемые Собственности То есть Вот эти Первые Колонии Это На землях Приобретаемых Еврейскими Общинами Собственности То есть Уже Была Специфика Например Первый этап Потому что Там это уже были Такие казенные Земли Да Но я бы там сказала Что в первом случае Были только Исключительно Казенные Земли А после 1835 года Добавились Две новые Опции Помещичие Арендованное Земли И приобретенная Собственность Земля Воспользование 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 Чаще всего Переезжали Как Они же Своих Родственников Которые Въехали Или Друзей По бывшему Месту Поселения Узнавали Что там В общем-то Неплохо И можно Что-то Делать И переезжали То есть Работалось Рафанное Радио Чаще всего Согласны С этим Что работал Такой механизм По крайней мере В части Переселения На юг Да Потому что Иного пути По большому счету Информирования Ведь и не было Об этом я удивилась Что в данном Случа Они все-таки Воспользовались Новой Опцией Как вы сказали И решили Поселиться На землях Которых Переют Собственность Да Но это было Обусловлено Еще и тем Что Свободных земель Казенных На территории Допустим Юго-Западного края Было Несоизмеримо Меньше Чем В Новороссии Это же Относится И к Литве И к Белорусским Губерниям Тоже Вот На территории Киевской Губернии Общины Первой Еврейской Севскохозяйственной Колонии Начинают Появляться Несколько Позже В начале Сороковых Годов На территории Подольской Губернии Такие колонии Начинают Появляться С 1845 Года Колонии Были Различного Размера В большинстве Своем Они не могли По своей численности Колонистов Конкурировать С колониями С созданными На территории Новороссии В первый Период И кстати говоря В это же время Продолжается Процесс Переселения Евреев И Новороссии Где создаются Новые колонии О группах Евреев Или о месте Выхода Евреев Очень часто Говорят Как бы Название Самих Колоний Созданных На территории Новороссии В это время Новый Витебск Новая Полтавка Новый Житомир И так далее То есть Такой принцип Топонимический По месту Выхода Евреев Или преимущественной Части Евреев Был достаточно Характерен Для названия Колонии Этого Периода На территории Новороссии Новороссийского Края В 1839 Году К нормам Положения 1835 Года Были Добавлены Некоторые Дополнительные Разъяснения В частности В этот период Была введена Минимальная Норма Наделения Землей Евреев Колониста Подушная Норма Она должна Была составлять Не менее Пяти Десятин На Душу Население Сразу Отмечу Что Это Немалый Показатель Но Как правило В тех колониях Которые К тому времени Уже Были созданы Он нигде Выдержан Не был Поэтому Формально Если Не брать В расчет Колонии Новороссийского Края Где Свободных Земель Было Достаточно То Колонии Конца 30-х Второй Которые Годов Процесс Переселения Евреев На землю Как Новороссию Так И Губернии Черты Еврейской Оседлости Как Украинские Так И Белорусские Так И Литовские Итенсифицируются Во многом Благодаря Позиции Возглавлявшего Палату Государственных Имуществ Графа Киселева Который Был Одним Из Таких Убежденных Проводников Политики Переселения Евреев На землю И во многом Благодаря Именно Его Позиции Процесс Переселения Евреев На землю В 40-е Годы В том числе И в 50-е Намного Оживился Нужно Отметить Что Граф Киселев В 1841 Году Обратился Губернатором Генерал Губернатором С просьбой Представить Свои Соображения По предмету Возможности Интенсификации Процесса Переселения Евреев В сельскохозяйственные Колонии И по большому Счету В большинстве Своем Губернаторы Выражали Очень Серьезный Скептицизм В отношении Намерения Графа Киселева В частности Такого Рода Отзывы Подали Подольский Губернатор Лошкарев Который Прямо Утверждал Что Сорокалетний Опыт Доказал Что Все Предположения По всему Предмету Напрасны А потому И новые Проекты Едва Ли Увенчаются Успехом Но Тем не менее Граф Киселев Был Действительно Убежденным Сторонником Важности Меры Переселения Евреев На землю И Процесс Пошел Невзирая На Оппозицию Со стороны Местных Губернаторов Таким же Скептиком По большому Счету Был И Киевский Генерал Губернатор Бибиков Но Подчиняясь Административной Дисциплине Данил Гаврилович Григорьевич Был Вынужден Григорьевич Наполом Бибиков Или Гаврилович Сделал Немало Так же Для того Чтобы Процесс Переселения Евреев Сдвинулся С мертвой Точки 26 декабря 1844 Года Был Издан Новый Закон О Евреях Переселенцах Или Евреев Который Сосодержал Пункты Евреев Переселенцев Который Ликвидировал Норму Предыдущего Закона 1839 35 И С уточнением 1939 Года О Минимальной Необходимости Из 25 Семейств Евреев Для Причисления Евреев Колонисты С этого момента Формально Не был установлен Нижний порог Для Евреев Пожелавших Образовать Еврейскую Сельскохозяйственную Колонию Или Поселение И мы с вами Видим Что Некоторая Часть Колоний Образованных После 1844 Года Могла Насчитывать Совершенно Незначительное Количество Евреев Поселенцев Бывали Случаи Когда Речь Шла Просто Об Одной Семье Которая Формально Считалась Таковой Которая Образовала Отдельное Еврейское Земля Лидическое Поселение Хотя Конечно же Власти Старались Чтобы Колонии Образовывали Не маленькие Группы Евреев А все Тем более Значительные Ибо Только Лишь В последнем Случае Получаемый Результат Мог Соответствовать Желаниям Российских Властей Подходивших С точки Зрения Экономической Целесообразности К вопросу Образования Еврейских Колоний 5 марта 1847 Года Были утверждены Новые Правила Поселения Евреев На земле Согласно Этим Правилам Норма Подушного Надела Увеличивалась И была Увеличена До 12 20 10 В то же Время Нужно Отметить Что Предыдущими Положениями Был Предусмотрен Обязательный Интервал Или Обязательное Расстояние На котором Ближе Которого Еврейские Сельскохозяйственные Поселения Не могли Находиться Христианским Селам Или Христианским Поселениям В 1844 Году Эту Норму Также Было Упразднено Ранее Действовавшего Законодательства По большому счету Я думаю Вы мне сразу Сами сможете Сказать Почему Власти Достаточно Долгое Время Одним из Требований К созданию Еврейских Землетридических Колоний Рассматривали Некую Удаленность Создавание Еврейского Поселения От Христианских Поселений Это трудно Причем В основном Наверное В основном Она из причин Была В том Что Что Послужило Причиной Для того Чтобы Начали Создавать Колонии Для того Чтобы Они не Внимали Крестьяна Для обработки Земли Сплошь Рядом Факты От Того Что Крестьяне Обрабатывали Землю Место Евреев Которые В то же Время Выезжали И Работали В Небольших Местечках Плюс Стереотип О том Что Евреи В любом Существо Способ Спаивать Крестьянство Даже Если Они Земледельцы В общем Потому Что Даже Если Существовал Факт Контроля Этих Поселений На Самом Деле Этот Контроль Наедет Случайно Посмотрит Напишет Расчет И В общем То Уедет Ну Так же Не все Промерялись Кому Ну То Еще Наверное Можно Продолжать Ряд Причин В этом Ключе Ну И По Большому Счету Вы Все Верно Сказали Можно Добавить Сюда Все Такие Боязни Какого Иудейского Бразилитизма Среди Христианского Населения Этот Фактор Также Принимался В Расчет А что Касается Желания Отдалить Еврею По Мотивам Непредоставления Фактической Возможности Для спаивания Крестьянского Населения Так Это Действительно Так И Было И Этот Мотив Присутствует Ну Практически Во всех Документах Предшествовавших Образованию Ту или иной Еврейской Колонии Логика В этом Отношении Была Совершенно Простой Со стороны Российских Администраторов Если Рядом С еврейской Колонией В непосредственной Близости От еврейской Колонии Будет Проживать Христианское Население То Естественно Евреи Будут Заниматься Винокурением Несмотря на Запреты Для занятий Этим видом Деятельности Для евреев Колонистов И Поскольку Будет Спрос Будет И Предложение Со стороны Евреев Если же Поблизости Потребителей Продукции Винокурения Не окажется То соответственно И самим Евреям Будет Невыгодно Заниматься Производством Спиртных Напитков Поскольку Внутреннее Потребление Спиртных Напитков Еврейской Традиции Очень и Очень Ограничено Рядом Праздников И Фактически Все Вот Поэтому Этот мотив Был действительно Очень важен Но тем не менее В 1847 Году Формально Он был Отменен Хотя Я Рассматривал Очень много Документов Установочных На Колонии 50-х годов И тем не менее Местные Власти Пытались Игнорировать Отмену Этого Положения И все-таки Следить за тем Чтобы Колонии Которые Создавались Даже в 50-е годы Находились На неком Удалении Христианских Поселений Неизвестны Расстояния Ну просто Мне такие цифры Не попадались Просто интересно Во сколько Километров Там Измерялось Расстояние Которое Может помешать В общем-то Евреям Заниматься Своей деятельностью Ну то есть Как это Расстояние Определялось И какое оно было Если например Вам известен Факт Ну по крайней мере В тех документах Которые Я видел Установочные документы Различных колоний Речь шла По крайней мере О трех верстах Еврейские колонии Ну безусловно В первую очередь Это касалось Густонаселенных районов Потому что Забросить Найти в юго-западном крае Или в белорусских губерниях Или в литовских губерниях Возможность Возможность Отдалить колонию Там на десяток И верст Наверное Это было физически Просто невозможно Ибо густота Поселений Этого Не позволяло Ну а Три версты Это было Вполне реально И Даже в тех случаях Когда Колонии возникали Образовывались Допустим На помещище земле На арендованной Помещище земле Что уже как бы Предполагало Что они принадлежали Какому-то поселению Какому-то помещику Который просто Часть своих земель Отдавал Под колонию В аренду То все равно Старались Отдалить Найти возможность Отодвинуть На эти три версты Место Под Еврейскую Сельскохозяйственную Колонию В этот период Как я уже сказал После Данных Постановлений Эпицентр Или центр Создания Еврейских колоний Кроме Новороссии Где по большому счету Хотя и возникала Часть новых колоний Но продолжался Процесс наполнения Колонистами Старых колоний Возникших еще И в начале 19 века Ну и Затем В 40-е и 50-е Годы 19 века Ну Вторая половина 40-х годов Это период Активного Образования Колоний Опять-таки Главным образом На Приобретенных В собственность Еврейскими Общинами Землях В Педольской Губернии И Крупнейшей Из таких колоний Был Старозакрепский Майдан В Литическом Уезде Образованный В 1845 Году Во большому счету Это была земля Приобретенная В собственность Евреями Колонистами Земля Бывший Владелец Подполковник Еще Польской Службы Белько Частично Подвергшийся Ограничениям Без полной Конфискации Земель За участие В польском Восстании Еще В 1830 В 1831 Годов Вот Но Ему была Предоставлена Возможность В общем-то Продать Свои земли И это он сделал Тоже В 1845 Году Земли Были свободны Христианского Населения В этом районе Непосредственно И не было И была Судна Вот Это самая Крупная Еврейская Сельскохозяйственная Колония На приобретенной В собственность Еврейской Общиной Земле Нужно Отметить Что К концу 40-х Годов Поток Заявлений От желающих Быть Перечисленными Евреи Земледельцы Евреев Был Гораздо Больше Или Превышал Реальную Возможность Поселения Евреев На землях И значительная Часть Прошений Подаваемых Администрации С просьбой О переселении Оставалось Неудовлетворенное Новый Этап В политике Переселения Евреям На землю Приходится На Или открывается В 1852 Году Когда Государственная Машина Российской Империи Бросает Все Свои Силы На То Чтобы Облечь Этот Процесс В Какие-то Формы Инструкций Безусловное Следование Которым Должно Было Быть Залогом Удачности Самого Процесса В 1852 Году Принимается Решение О Спуске Всего Процесса На уровень Губерний Ибо Раньше Фактически Судьба Каждой Еврейской Сельскохозяйственной Колонии Решалась На уровне Министерском И Генерал-губернаторы Губернаторы Вели Переписку С центральными Министерствами В Петербурге Главным Образом С Министерством С Палатой Государственных Имуществ И с Министерством Внутренних Дел И Министерством Финансов Также То в 1852 Году Было Принято Решение Учредить Губернские Комитеты У Поселения Евреев И Такие Комитеты К концу 1852 Года Были Созданы В большинстве Губернии Черты Еврейской Оседлости Обязанностью Этих Комитетов Было Как раз Такие Прохождение Всех Документальных Формальностей По Регистрации Еврейских Сельскохозяйственных Колоний И Эти Комитеты Просуществовали До 1861 Года Когда Собственно Говоря По большому Счету Российские Власти Вступили На путь Отказа От Продолжения Политики Массовых Переселений И Перечисления Евреев К Сословию Еврею Земледельцеву Нужно отметить Что В это же время В 1852 Году Было обращено Внимание На Способы Повышения Агрокультуры Евреев Поселенцев И Указ 1852 Года Содержал В частности Норму Согласно Которой Со стороны Евреев Колонистов Или Вернее Евреи Колонисты Получили Возможность Опцию Посылать По Одному Колонисту На 100 Душ Колонистов Для обучения Сельскохозяйственному труду Агрокультуре В Григорецкую Горегорецкую Сельскохозяйственную школу Которая Была создана В 40-е годы На территории Белоруссии Горегорецкую Сельскохозяйственную школу Таким образом Именно Горегорецкая Сельскохозяйственная школа Была Избрана В качестве Своебразного Центра Где представители Отдельных Еврейских Сельскохозяйственных Колоний Могли Проходить Обучение Культуре Ведения Сельскохозяйственных Дел А вы там Говорите Одного на сколько? Одного на 100 От каждых 100 Евреев Колонистов Один Мог Проходить Обучение А не было Лимита От колоний Столько-то Или вот Нет От количества Душ В среднем Это бралось От количества Душ Ну На нее Тоже мог Попасть Попасть Это Квота Даже На маленькую Колонию Я думаю Сейчас Наверное Нам уместно Остановиться На вопросе Как же На практике Происходил Сам процесс Образования Той или иной Колонии И рассмотреть Как бы Этапы Этого Процесса Безусловно Первичным Было желание Группы Евреев Колонистов Переселиться На землю Неважно На казенные земли В Новороссии На казенные земли В пределах Старой Польской черты Имею ввиду Тех земель Которые Отошли Российской Империи От Речи Посполитой Или же Речь шла О землях Приобретенных Евреями Колонистами Собственности Или же О помещичных Землях Взятых В аренду Безусловно Это желание Должно было Соизмеряться С возможностями Ну Либо Самих Колонистов По приобретению Земли Либо Возможностями Государства Наличием Соответствующих Земель Которые Выделялись Под Дело Еврейской Сельскохозяйственной Колонизации В дальнейшем Наступал Очень важный Период Когда Местные Полицейские Чины И местная Администрация Должны были Проверить Каждого Потенциального Еврея Колониста На предмет Отсутствия Задолженности Частного Порядка У потенциального Колониста Дело в том Что Все разрешительные На переселение Евреев Колонисты Положения Предусматривали Еще одну Льготу Именно Освобождение От Общинных Или Государственных Податей Задолженности По этим Податям Но На это Не распространялась Эта льгота На частные Долги Того или иного Лица Поэтому Очень было Важно Чтобы За Лицом Пожелавшим Переделиться И быть Причисленным К евреям Земледельцам Не числилось Никаких Частных Долгов То есть Вся эта процедура Занимала Время Сначала Она была Никоим образом Не регламентирована По времени И проходили Многие Месяцы В сборе Подобного Рода Информации В 1852 Году Был Введен Срок Трехнедельный В течение Которого Подобного Рода Сведения Должны Были Быть Собраны Что Как бы Делало Весь Процесс Более Быстрым Или Ускоряло Его После Того Как Подобные Сведения Были Собраны И Оказывалось Что Потенциальные Кандидаты На Переселение Соответствуют Главному Требованию Отсутствию Частных Задолженностей Частных Долгов Нужно Было Получить Документ Со Стороны Прежнего Общества Которому Был Приписан Потенциальный Кандидат На Переселение О том Об Отсутствии Претензий По отношению К данному Лицу Ибо Помимо Полицейских Властей Общины Тоже Должны Были Выдавать Такого Рода Документы И тут Мы Сталкиваемся С Одним Очень Серьезным И Важным Фактором А Именно Нежеланием Еврейских Обществ Старой Черты Оседлости Условно Говоря К Тому Чтобы Их Члены Переселялись В колонисты И думаю Что Мне Тоже Легко Сможете Сказать Каковы Были Мотивы Для Еврейских Обществ Или Для Еврейских Общин В том Чтобы Всячески Сдерживать Процесс Переселения Своих Сограждан Условно Говоря В земледельцы Это тем более важно Иметь ввиду Поскольку Представители Российской Администрации И российских Властей Наоборот Рассматривали Вопрос Переселения Части Беднейшего Еврейского Населения В колонии Еврейские Земледельческие Колонии Как фактор Благоприятствующий Повышению Уровня Жизни Того Еврейского Населения Которое Остается На местах Прежнего Проживания И тем не менее Еврейские Общины С большим Охотой И большим Трудом Шли На выдачу Вот такого Рода Разрешительных Документов Под источник Дохода Хоть какого Это Зраки Доход Община Содержала Тех У кого Неудачно Люди Удала Жизнь Можно Делать Ачего В Возвиве Потому что Можно Было Детей Ни 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 Ну Это Один Из Факторов Потому что Уменьшалось Количество Как бы Тех Кто Был задействован В этой Пульке Участи То есть Это Один Из Факторов Ну Плюс Разрешительных Традиция Как бы Ну Считалось Что В общем-то Даже Есть В узком Евреи Какие-то Стати Которые Писались Не помню Что там Гиндер По-моему Писалась Стати О том Что Когда Евреи Начали Заниматься Земледелем Это Своеобразный Шаг Назад Потому что Занятие Такого Рода Трудом Это Для Еврейского Этмоса Это Некий 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 Ну Некая Константин Часто Деградация То есть В общем-то Какое-то Такое Было Восприятие А Для Общины Это Считалось Что Человек Ушел Шесть Неделя Из Общины Он Порывает Полностью С Традиции И В общем-то Как-то Такое Присутствовало Ну В известной Степени Мы Об этом И Прошлый раз Говорили Что В традиционном Еврейском Обществе взгляд На Сельскохозяйственный Труд Так как Он уже Сложился В период Галута Был Безусловно Таким И однозначно Негативным Но В данном Случе Наверное Это Не играло Столь Важной Роли Именно Тот Фактор Что Сужался Круг Лиц В каждой Общине Кому Мог Выпасть Жребий Рекрученная Раса Плюс Проблема Общинных Задолженностей Долгов Которые С выходом Колонистов Никуда не Одевались А как бы Перекладывались На Тех Кто Оставался В самой Общине То есть Речь идет о Тех Недоимках Платежах Которые Были Которые Могли Числиться На этом Человеке Но Они Перераспределялись На Остающиеся В самой Общине Важно Кстати говоря Иметь ввиду Еще одно Обстоятельство Еще один Фактор Дело в том Что Практически С первого Постановления 35-го Года 39-го 44-го 52-го Годов Ресурсом Материального Помоществования Переселявшимся Евреи Ведь не Переселялись На Если речь Шла О переселении На Казенные Земли Или даже На Помещичь Арендованные Земли Нужно Было Кому-то Потратить Немалые Средства На Переселение Евреев На землю На обустройство Евреев И Формально Конечно же Считалось Что это делает Государство Но Источником Финансирования Затрат По переселению Евреев Был Коробочный Сбор Не нужно Объяснять Что такое Коробочный Сбор Я думаю Все знают Который Собирался С самих же Евреев И соответственно Мог быть Употреблен На благо Этих же Евреев Этих же Общин А мог быть Употреблен На то Чтобы Переселить Части Граждан Тех Или Иных Общин В Новороссии Соответственно Евреи Остающиеся На Этими Деньгами Коробочного Сбора Поэтому Этот мотив Тот же Всегда Присутствовал Ибо Чем больше Евреев Желало Переселиться Или чем больше Община Фактически Тем большее Количество Средств Должна была Фактически Потратить Сама Община На переселение Своих Бывших Сограждан После того Как Все вопросы Связаны Фактически С выпиской Или с подтверждением Отсутствия Задолженности И с позволением Со стороны Общин Тем или иным Евреям Переселиться Тем или иным Обществом Евреев Переселиться В колонисты Такие Общества Колонистов Правило Это были группы То есть Люди не переселялись В индивидуальном Порядке Образовывались Группы Евреев Желающих Переселиться Туда-то 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 Сообразно С тем Какие опции Были предоставлены Либо конкретные Участки Объявленные Правительством Территории Новороссии Или на газенных Землях В пределах Старой черты Осетвости Либо Люди Собирались В определенное Количество Семей Приобретали Землю В собственность Приобретали Землю В собственность И лишь вот такие Группы Индивидуальные Евреи Получали Право Переселиться И образовать Колонию Либо пополнить Состав Уже ранее Основанной Колонии Например Еще в первый Перед Еврейской Сельскохозяйственной Колонизации Мы имеем Множество Примеров Когда Формально Колонии Создавались В самом Конце Календарного Года Казалось бы Глупость Несусветная Потому что Кто поедет В ноябре В декабре Переселяться Что делать Тем евреям Которые И так Не имеют Никаких Ни средств Ни навыков К ведению Сельскохозяйственного Труда Да еще и Переселялись В конце Календарного Года Но как правило Такие переселения Как бы числились Лишь номинально Группы Евреев Земледельцев Пожелавших Переселиться И получивших На это Разрешение Нанимали Крестьян На крестных Которые Допустим Зимы Сеяли За них В конце Года А сами Евреи Колонисты Переселялись Уже По весне Для Продолжения Сельскохозяйственного Цикла Начатого Не Ими Очень важным Моментом Было Обустройство Евреев Как я уже Сказал На эти цели Предназначались Обусловленные Законодательством Сумы Которые Не должны были Быть По крайней мере Меньше И источником Этих сум Были Либо Коробочные Сборы Либо Если речь Шла О евреях Благотворителях Частные Средства Которые Жертвовались Отдельными Богатыми Евреями Для Устройства той или иной Еврейской Сельскохозяйственной Колонии Очень долгое Время Суммой Суммой Формально Государственных Средств Коробочного Сбора Которые Шли На Переселение Одной Семьи Была сумма Установлена В размере В размере Рублей То есть Эта сумма Фигурировавшая В 40-е В начале Середине 50-х Годов Все Обустройство Евреев Управило Укладывалось В эту сумму Подразумевало Переезд Семьи Постройку Дома Для Данной Семьи Обзаведение Необходимым Сельскохозяйственным Инвентарем Ну и Необходимыми Сельскохозяйственными Постройками Кроме Самого Дома Но В связи С Восточной Войной Или с Крымской Войной Начался Процесс Безудержного Удорожания Как строительных Материалов Так и Услуг По проезду И Фактически К середине 50-х годов Эта сумма 175 рублей Была совершенно Недостаточной В сборнике Вернее Не в сборнике В хэндауте Есть документ При остановке Фактически Переселение Евреев В Новороссийский край Документ Близко Илье Ленскому Поскольку Инициатором Возбуждения Этого вопроса Выступил Губернатор Адзиньской Губернии Барон Ливиан Который В 1862 году Обратился К министру Министерства Внутренних дел Своими соображениями По вопросу Необходимости При остановке Еврейской Сельскохозяйственной Канонизации Или По вопросу При остановке Переселения евреев В Новороссийский Край Из соображений Генерал-губернатора Ливина Мы можем Увидеть Что Местная администрация По крайней мере Адзиньских Губерний К 1862 году Пришла к полному Убеждению Внецелесообразности Дальнейшего Расходования Средств Тех же Еврейских Общин Собираемых Путем Коробочного Сбора На Переселение Евреев В Новороссийский Край Мы сейчас Не будем Рассматривать Зачитывать Все обращения Аздейского Генерал-губернатора Записка Которого Была послана И Генерал-губернатором Остальных Крайов Российской Империи Для Получения Отзывов И высказываний По поводу Соображений Барона Ливина Но тем не менее Главные Соображения Обороны Ливина Состояли в том Чтобы Первое Прекратить Отчисление Из местного Коробочного Сбора Денег На Переселение Таможних Евреев В Новороссийский Край Тем более Что при Обременительности Лежащих На них Податей Налогов И при Крайне Бедности Еврейских Обществ Особенно Небольших Городов Необходимо Всячески Заботиться Об устранении Мер Отяготительных Для них И недостигающих Целей Что Отчисление На Известненный Предмет Денег Было До сих пор Одной Из главных Причин Накопления На Еврейских Обществах Податных Недоимок Изыскание Которых Становится Все более Затруднительным И второе Накопившееся По настоящее Время Отсказанного Отчисления Сум Обратить По принадлежности На пополнение Числящихся На Еврейских Обществах Податных И других Казенных Недоимок А могущие Затем Образоваться Остатки На устройство И содержание Общественных И благотворительных Еврейских Заведений Или на уплату Текущих Податей По желанию Самих Обществ И Сутверждения Местных Губернских Начальств Вот видим В глазах Многих Местных Администраторов В частности Барона Ливена Главный Успех Потенциальный Успех Переселения Евреев Должен был Заключаться Не так В благоустроении Тех Евреев Которые Переселялись И перечисляли Земледельцы Как для улучшения Состояния Тех Евреев Которые Бы Оставались В прежних Местах Своего Проживания Поскольку Фактически Переселение Евреев Вело Не к улучшению Состояния Тех Евреев Которые Оставались То Барон Ливен В многом Упираясь И делая упор На этот Мотив Высказывается О необходимости Перестановки Переселений В Новороссийский Край Соображения Барона Ливена Были Поддержаны И Киевским Подольским И Волынским Генерал Губернатором Очевидно Подобного Рода Отзывы Были Получены И От целого Ряда Других Представителей Российской Администрации И К 1866 Году Был положен Конец Организованной Со стороны Российских Властей Политики Переселения Евреев На Землю Но Мы сейчас Забежали Немного Вперед Возвратясь К Периоду 50-х Году Следует Отметить Что Российские Администраторы Достаточно Хорошо Понимали Что Евреи Абсолютно Не приспособлены К Сельскохозяйственному Труду Но По крайней мере Не имеют Никаких В этом Отношении Навыков Поэтому Инструкции Особенно 1852 Года Предусматривали И иные Возможности Для Обучения Евреев Сельскохозяйственному Труду Чем Посылка Одного На 100 Колонистов Для Обучения Горе Горецкой Сельскохозяйственной Школе Поскольку Львиная Часть Колоний Как мы знаем Была Образована На территории Новороссийского Края Где Кроме Евреев Колонистов Были Многочисленные Немецкие Земледельческие Колонии Власти Принимали Во внимание Очень часто Желательность Образования Колонии Либо Невдалеке От немецких Сельскохозяйственных Колоний Либо Даже Рассматривали Возможность Приглашения Немцев Земледельцев В качестве Таких Учителей Сельскохозяйственного Агрокультуры Для Евреев Земледельцев И очень часто На практике Такого рода Меры Были Проведены В жизни Немцы Именно немцы Крестьяне Они допустим Там Украинцы Крестьяне Выступали В роли Учителей Современной Агрокультуры Для Еврейского Населения Переселившегося Или Перечисленного К сословию Евреев Земледельцев Очень важным Был вопрос Безусловно Обеспечения Евреев Земледельцев Тягловым Скотом Ну В первую очередь Валами Для этого Или на эти цели Также тратились Те деньги Которые Предназначались На переселение И обустройство Евреев И как я уже говорил На примере записки Барона Ливена Мы можем увидеть Что Во второй половине Пятидесятых Годов Резко Возрастают Затраты Фактические Затраты На Переселение Одной семьи Колонистов Из расчета На 1860 На перспективу 1861 Года Барон Ливен В частности Пишет Что На постройку Жилища И хозяйственное Обзаведение Пришельцев Затраты Возрастут Согласно Попечительному Поселенцам Комитету Со 170 Рублей До 383 Рублей И это По меньшей Мере Далее Он пишет О том Что Такого рода Затраты Увеличатся Почти до 500 Рублей Что собственно Говоря И делая Экономически Несцелесообразно Для тех Обществ Откуда Евреи Выписывались Нести Столь Значительные Затраты На переселение Одной Семьи Что Как бы Ухудшало Положение Тех Евреев Которые Оставались В местах Прежнего Проживания Евреев Выразивших Желание Переселиться На Землю Таким Образом Социальный Аспект Или Аспект Наиболее Интересовавший Российскую Администрацию Именно Улучшение Положения Тех Евреев Которые Оставались Бы В местах Выхода Евреев Колонистов На практике Не получила Никакого Подтверждения И Когда местная Администрация В связи с теми Значительными Затратами На переселение Евреев В плане Это осознала Она стала Требовать Центральных Властей При остановке Массовых Переселений Евреев Для занятия Халибопашеством Если говорить О Юго-Западном Крае То Большим Сторонником Переселений Как раз таки В 50-е годы Был Киевский Генерал-губернатор Иларион Васильчиков Занимавший Этот пост Генерал-губернатора С 1852 Года Много Сделавший Для Того Чтобы Облечь Процесс Переселения Благоприятствовать Процессу Переселения Евреев На землю О том С чем Приходилось Сталкиваться Колонистам При переселении На землю При образовании Колонии Мы можем с вами Опять таки Ознакомиться Если вы Обратитесь К одному Из текстов Включенному В Хэндау Где речь идет О создании Еврейской Образцовой Колонии При Селении Веприколка Васильковского Уезда Для нас Пример Веприколской Колонии Интересен Прежде всего Потому что Она Не только По названию Должна была Солошить Евросцовой И во многом При создании Этой колонии Генерал-губернатор Васильчиков Пытался Реализовать Свою мечту О том что Не так Вторичные Всего Точки зрения Факторы Внешние По отношению К еврейству А именно Желание Избежать Рекутского Набора Как Роль Правильного Примера Со стороны Удачной Колонии Евреев Земледельцев Могла Могла Сыграть Роль Или Влияние На Еврею В том Чтобы Склонить Их К переселению На Землю Данная Колония Веприколка Кстати говоря Имела Некоторое Отягощение Хотя Земли Были казенные Но Они Восчитались Подуховными И потому Речь Шла О том Что Евреям Колонистам Поселившимся На этой Земле Придется Платить Чинж Ежегодный Чинж Хотя И сравнительно Это была И незначительная Сумма С самого Начала Можно Теперь Немножечко Попробуй По-русски Подушное В смысле По На душу Да В смысле Просто Немножко Чуть-чуть По-другому Слово Духовность Душ Это не духовность Ну вот да Получается Что Под Подушное Подвес По-душе Америлось Ну да Одного Словик Все То есть На колонии Там 175 Душ И на каждую Понятно Нет Нет Просто Языковой Барьер Извините Нет Нет Вы Имейте ввиду Когда я Сказал Что По-духовному Да Нет 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 К подушному К подушной Подойти Это не имеет Никакого Отношения Речь идет О фонде земель Которая формально Духовному Ведомству То есть Принадлежала Вот Поэтому С этих земель Которые С одной стороны Числились Казенами Но с другой Сторон Имели отношение Духовному Ведомству Нужно было Платить Ченшевые Ежегодные Спасибо Платежи С самого начала Эта колония Предполагалась Образцовой Поэтому Ее созданию Предшествовала Разработка Детального Плана Данной Колонии И Что очень важно Князь Васильчиков Очень хотел Чтобы Эта колония Была создана Без привлечения Государственных Средств На создание Данной колонии Нужно отметить Что еще Согласно указу 1852 года Со стороны Властей Была предусмотрена Достаточно Интересная Опция Которая Открывала Некоторые Возможности Привлечения Средств Богатых Евреев Филантропов В деле Образования Еврейских Сельскохозяйственных Колоний В частности По указу 1852 года Евреи Филантропы Которые Профинансировали Поселения На земле Не менее 50 Еврейских Семейств Имели Право На получение В качестве Вознаграждения Со стороны Властей Титула Почетного Гражданина Для многих Купцов Евреев Купцов Убретение Такого Почетного Звания Представлялось Весьма Желательно И собственно Говоря Власти Рассчитывали Что многие Евреи Филантропы Склонятся К идее Поддержки Массового Переселения Евреев На землю В случае С колонией Веприк Или Образцовой Колонией Веприк Генерал Губернатору Удалось Добиться Согласия Нескольких Евреев Филантропов На финансирование Обустройства Предполагаемой Колонии Изначально Сумма 2000 Рублей После Личного Обращения К нему Генерал Губернатора Васильчикова Изъявил Желание Предоставить Берничевский Банкир Еврей Купец Банкир Гальперин Но Как оказалось В расчетной Документации Этой суммы Хватило бы Только лишь На переселение Четырех Еврейских Семей Что было Естественно Совершенно Недостаточно Ибо По москве Генерал Губернатора Васильчикова Образцовую Колонию Предполагалось Создать На 14 Тире 16 Семей Впоследствии Речь шла О 15 Семьях Именно Столько Семей Должны Были Поселиться На территории Данной Колонии Расчеты Показывали Что Затраты На переселение На Грусовую Колонию Могут Потребовать 596 Рублей 50 Копеек На Каждую Семью И Соответственно В целом Предложенных Гальперин Денег Молухово Хватило Только лишь На 4 Колонии К счастью Нашелся Еще Один Еврей Филантроп Им Был Одесский Купец Абрам Бродский Который Выразил Желание Профинансировать Как бы Остальную Сумму На Создание Данной Колонии Но При этом Он Ставил Свои Действия Или Увязывал Свои Действия С получением Титула Почетного Гражданина Как раз Таки Сообразно С указом 1852 Года То есть С одной Стороны Это была Филантропия С другой С другой С другой Это была Филантропия Обусловленная Желанием Получения Награды Со стороны Российского Государства После того Как Был Избран Участок Или Выбран Участок Земли В целом Речь Шла О Площади В Почти 250 Десятин Для Этих 15 Или 16 Семьи 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 Должны Быть Перечислены В евреи Земледельцы Были Предусмотрены Также И Некие Другие Опции Которые Подчеркивали Заботу Со стороны Генерал-губернатора К тому Чтобы Устроить Жизнь Евреев Земледельцев В данной Колонии Которая Должна была Слушать Примером Как Можно Лучше Были Построены Дома Для Евреев Колонистов Причем Есть даже Описание Того Как Эти Дома Что Из себя Представляли Эти Дома Они Строились Из Расчета Одного Дома На Две Половины На Два Семейства Камора Была Общая Обе Стороны От Камора Находились Две Два Флигеля Две Половины Хаты Двуединой Хаты На Два Семейства Большинство Построек Были Индивидуальные Я имею ввиду Для Каждого Отдельного Хозяйства Но Например Предполагалось Строить Общую Баню На Каждые Два Семейства На Каждые Два Двора И Все Это Было Построено Хорошо Я думаю Когда Сможем Эту Лекцию Я Быстро Смогу Окончить На Нашем Следующем Занеке Пока В заключении Лишь Скажу Что Как я Уже Отметил В целом С точки Зрения Российских Властей К концу 50-х Годов Стал Совершенно Очевидной Неудача Самого Проекта Еврейской Сельскохозяйственной Колонизации Хотя Вечь Шла К тому Времени Уже О десятках Тысячах Евреев Переселившихся На землю Только Лишь По Юго-Западному Краю К состоянию На 60-е Годы 19-го Века Числилось Около 20-ти тысяч Евреев Земледельцев В Юго-Западном Крае В тех колониях Которые были созданы В Юго-Западном Крае Это считающие Семьи Ну да Да Общее Население Общее Еврейское Сельскохозяйственное Население Юго-Западного Края Составляло 20 тысяч Человек 20 с половиной Тысяч Человек По состоянию На конец 60-х Годов Естественно Сравнительно Лишь Небольшая Часть Причисленная К этому Состоянию Людей Реально Занимались Производительным Трудом На земле Большая Часть Лишь Только Числилась За этим Занятием И хотя Российские Власти Констатировали В целом Неудачу Этого Процесса Переселение Евреев На Односим По крайней мере Не были достигнуты Те Главнейшие Цели Которые Ставила Российская Власть Поднятие С одной Стороны Уровня Благосостояния Тех евреев Которые Оставались В местах Выхода Колонистов А с другой Стороны И сами Колонисты По большому Счету В большинстве Случаев Не смогли Преуспеть В ново Обретенном Для них Занятии Тем не менее Многие Из колоний Как я уже Говорил вчера Просуществовали Благополучно До Времен Гражданской Войны Многие Пережили И этот Период И Просуществовали До Периода Холокост Продолжение следует